Исторический Азербайджан Исторический Азербайджан Называлось Чухурсаадское беглярбегство Чухурсаад, то есть по имени племени Саад Которая фактически многие века там проживала Азербайджанское, Тюркское племя Саад В 1507 году, опять-таки это цифра приблизительная Некоторые говорят 1504, некоторые источники 1507 Сефевийский шах Исмаил Хатай Приказал своему военачальнику Ревангулу Хану Основать на месте нынешнего Еревана Крепость, фортификационная крепость Она была названа в честь Ревангулу Хана Крепостью Реван Была построена фактически в 1511 году Уже крепость была Имела большое значение, потому что Мы знаем, в тот период шли затяжные войны Между сефевидами и османами И эта крепость позволяла Не только вести войны Но позволяла сефевидам преобладать В политиво-политическом аспекте на этих территориях В крепости мы знаем, что было свыше 800 средневековых построек Только внутри самого старого города было 8 мечетей То есть в каждом квартале была своя мечеть Население было сугубо азербайджанское, тюркское И потом постепенно вокруг города, естественно, как и полагается Вокруг крепости стали появляться постройки И жили торговцы В том числе и в небольшом количестве За городом жили армяне, которые приходили на работу В крепость или же являлись торговцами То есть сама крепость везде в источниках того периода Показывается, как козелбашское Вы знаете, сефевидов называли козелбашами Или тюркское, то есть тюркское На территории Азербайджана Ириванская крепость была захвачена После многолетних неудачных попыток В 1827 году И сохранялась в прежнем виде до середины 19 века Что происходило после? Следует отмечить, что Царская Россия с 1801-1803 года Совершено было несколько военных экспедиций С целью захватить Ириванскую крепость Фактически до 1927 года То есть 24 года подряд безуспешно Царская Россия пыталась взять ее Это было очень серьезное фортификационное укрепление После взятия, мы знаем, естественно Город и крепость была разбомблена во время взятия Но не была разрушена после В таком положении она существовала В течение всего 19 века То есть русский гарнизон Часть гарнизона находилась в крепости, естественно Но он постепенно приходил в упадок Потому что шел отток населения Дворец Сардара или Ириванского хана Он пришел тоже в упадок Все прекрасные, великолепные постройки Постепенно разрушались И частично его использовали, к сожалению Как строительный материал для новых построек Так продолжалось до начала 20 века Когда она пришла в совершенно плачевное состояние И вот в этот период Со стороны Царской России С Санкт-Петербурга, с Москвы Со стороны Императорского археологического общества На основе жалоб с Иривани Местных от местных, в том числе и азербайджанцев Была направлена комиссия Которая должна была оценить состояние Ириванской крепости И дать решение, ее нужно разрушить Потому что на местах, по всей видимости Представители армянского этноса Предлагали разрушить, снести И сюда приехал великий академик Мар Почему? Он считается великий Он один из основоположников русского кавказоведения Академик Николай Мар Лично по поручению императора Николая II Сюда приехал пионер русской фотографии Ермаков Который снимал, фиксировал положение Состояние всех построек Академик Мар дал заключение В котором, я считаю, важным отметить один момент Он пишет на имя археологического общества И императора лично Что это является позором для царской России Которая себя позиционирует как цивилизованное государство В глазах соседних народов, соседних стран В том числе и мусульманского местного населения Это выглядит варварством состояние средневековой крепости Ее непременно следует сохранить, восстановить В итоге император принимает решение Что нужно его восстановить Выделяются на это деньги Деньги куда-то частично деваются Опять-таки, то есть на месте варивания Потом опять выделяются деньги Но крепость не была восстановлена Потому что началась Первая мировая война Уже было не до нее После Первой мировой войны Это 1914-18 годы Мы знаем, что царская Россия пала в 1917 году В 1918 году на Южном Кавказе Три независимые республики были созданы Грузинская, Азербайджанская и Араратская республика Которая потом была названа Армянской Как только появилась эта республика Она попросила у Азербайджанской демократической республики Город Эривань под столицу А в чем дело? Мы знаем, что все три республики Все три республики объявили о своей независимости в городе Тбилиси Да Значит, Грузинская республика объявила о своей столице Кутаиси Азербайджанская республика объявила о столице Гянджу Потому что Баку был в руках большевиков во главе с шаумяном А армяне намеревались объявить столице Александрополь, нынешней Гюмри Но на тот момент турецкие войска перешли в наступление Освободили Александрополь и окружающие территории Фактически новосознанная Армянская республика осталась и без территории, и без столицы Вот тогда, на следующий день, 29 мая 1918 года Под беспрецедентным давлением из-за стороны западных государств и других соседних государств Азербайджанская демократическая республика, национальный совет, правда не в полном составе, приняли решение передать Иривань для Араратской республики под столицу Как это произошло? К сожалению, вот тогда и начались те события, которые потом привели к полному уничтожению Ириванской крепости А что случилось с населением на этой территории? Там было преимущественно, как вы отметили, азербайджанское и мусульманское До начала 20 века подавляющее большинство оставалось азербайджанское население, то есть до 90% в некоторых местах и выше того Но после того, как была создана Араратская республика, а затем Советская Армения была возбуждена Была объявлена политика уничтожения и вытеснения азербайджанского населения Более того, еще в 1914-1918 годах и позже такие головорезы, как Андрани, Галлигин, Ниждэ Совершили многочисленные акты геноцида, истребляли, уничтожали и изгоняли азербайджанское население В советский период это тоже сделалось очень хладнокровно Фактически за советский период в несколько раз сократилось население азербайджанское в Армении А в Ириване вообще к минимуму подошло Сама крепость ее постройки, в 30-е годы город был переименован в Ириван Был принят генплан по развитию города, странный генплан Согласно которому был уничтожен весь исторический центр города средневеков То есть это нонсенс Мы знаем, что во всех городах все древние города имеют исторический центр У Баку это Ичарича, в Дербенте есть Нарынкала, в Тебелисе есть Нарыкала, в Москве есть Кремль Ну и так далее Это доказательство того, что это древний город Излюбленное место для туристов Всегда смотрят сначала старый город Да, да, это показывает, что именно этот народ построил и сохраняет данный город А то, что в Ириване нету исторического центра Говорит о том, что армяне пришли Поэтому они с такой ненавистью разрушили этот город И изгнали азербайджанское население По-моему, больше этого доказательства быть не может И это ни одна, скажем так, ни один армянский специалист или политик не может опровергнуть Единственное, что они делают, они начинают объявлять средневековую ириванскую крепость персидской Что тоже, конечно, не выдерживает никакой критики Даже, допустим, они говорят, что это персидская Все равно нужно разрушать и уничтожать? На каком основании? Мы полемику проводили с армянской стороной И даже говорили, ну, допустим, что это персидская, хотя персов там не стоял Почему вы уничтожили крепость вашего стратегического союзника Ирана? На этот вопрос, естественно, у них ответа не было Они ссылались на сложный период Хотя, какой сложный период, когда был принят государственный генеральный план по уничтожению исторического центра? Что произошло дальше? Дальше была придумана сказка «Миф об Эребуне» Недалеко от города, то есть не в центре города, совершенно в ином месте Были найдены остатки Орартийской крепости Которая приблизительно была датирована с 7-6 веками до нашей эры Была совершена подтасовка Насколько мы знаем, найденная там клинопись, оказывается, фактически не так переводится, как нам ныне преподносит Есть мнение, что эта крепость называлась Ирпуини Но, однако, чтобы подтянуть за уши к Еревану Была придумана сказка о клинописном знаке «Рэбэне», а значит, это «Эребуни», а значит, это «Ереван» И с тех пор начали в Армении отмечать Кстати, если не ошибаюсь, в следующий год они наметили отмечать 2800 лет Еревану Вот так, значит, разрушив настоящий город, придумав сказку, они и сфальсифицировали историю этого города Ереван старше Рима, да, получился? Получился, да, Ереван старше Древнего Рима, хотя никаких построек нету Это просто вопрос нонсенс В городе нету построек ранее 19 века Если не считать церквей и остатков карван-сараев и одной средневековой азербайджанской мечети Ничего фактически не осталось И мы спрашиваем наших армянских коллег А где вы жили? Если это древний город, вы же не в церкви жили? Где ваши бани? Где ваши общественные здания? Где постройки? Или вы просто пришли сюда, и церковь является частью элементов той же албанской культуры, которую вы приняли? Ваш духовный центр Эчмиадзин, настоящее название Учки-Лиса по имени трех святынь христианских На эти вопросы пока что армянская сторона ответить не может, но старается, усиленно ищет, чтобы придумать очередную ложь Очень часто армянская сторона ссылается на древние карты, которые якобы доказывают существование Древней Армении Я думаю, следует отметить, мы знаем, что есть целый ряд якобы древних источников армянских На которых создана нынешняя история Древней Армении Одним из краеугольных источников является Моисей Харенский Написана им география, потом книга Патмутин Хайоц Так вот, в своих книгах, в своих трудах, хотя сейчас достоверно доказано, что это никакой не V века источник Что это написано в XVII веке армянскими монахами при помощи католической церкви И подкинуто в науку, но все равно Так вот, в этой книге якобы V века Моисей Харенский отмечает, что город Иревань Реван, город Реван, построенный мусульманами в Азербайджане То есть даже их отец древней истории, он фиксирует, что город Иревань в Азербайджане построен нами Какие карты есть, каких годов, периодов, на которых и реванское ханство отмечено, что это конкретно азербайджанская территория? Особо хороший вопрос задали Во-первых, мы знаем, что армянская сторона всегда всем показывает какие-то древние карты Греческие, римские, обосновывают, что смотрите, мы из ревни не было Однозначно отмечаю, что никаких древних карт в тот период не существовало Ни римляне, ни тем более греки не рисовали тех карт, в том понимании, каком сейчас мы знаем Просто тогда не было этой науки Это уже в средние века европейские монахи на основе греческих трактатов древнеримских Стали рисовать мифические карты, где даже рай показан, где показан ад, показаны ангелы и еще так Ну, сами понимаете, это мифические, где, между прочим, отмечены какие-то территории То есть локализации нет, по этим картам непонятно, где это Армения конкретно находится Картография появилась как наука, это, скорее всего, голландцы, британцы Как серьезная наука, это 17-18 века Вот тогда уже на первых картах, допустим, карта Зойтера, Матиос Зойтера Это немецкий картограф, 1700, дай бог мне память, 40-50-е годы То есть 18 век, на ней четко Азербайджан показан на территории Южного Кавказа И Эривань в составе Азербайджана Далее мы знаем британский картограф, одни из сильнейших Карты конца 18-го, начала 19-го века На них опять-таки Азербайджан на Кавказе, в нем Эривань Далее американские первые карты, одни из первых карт американского географического общества И других обществ, которые занимались этим На них опять-таки Азербайджан на Кавказе и Еривань его состав Вот это можно назвать серьезными картами Тот же Бурнашов, российский полковник, который в конце 18 века При грузинском царе Ираклии, он как бы возглавлял российскую миссию Но фактически он был шпионом, фактически он был главой секретной миссии Целью которой являлось изучить азербайджанские ханства И доложить высокому начальству, императору, императрице О том, как можно завоевать Азербайджан Его работа, описание азербайджанских провинций в Персии Здесь четко показано азербайджанские ханства Ириванское ханство, азербайджанское Генжинское ханство, Карабахское ханство и так далее Это документ, который почему нельзя опровергнуть Это не путешественник, это не философ, это не поэт Это военный разведчик, который не имеет права лгать Он должен своему высшему руководству дать точную информацию Вот он всю карту азербайджана Этническую и политическую значимость азербайджанских ханов Он показал Единственной мечетью в Ереване осталась Гюй-мечеть Голубая мечеть, которая была построена в 1766 году Правителем Ириванского ханства Гусейна Алиханом Однако армяне и тут выдают ее за персидскую Почему, с какой целью, якобы ничего азербайджанского? Разрушив все мечети, так уж случилось, что эту мечеть не смогли, не успели Она сохранилась и в советский период А затем в период независимой так называемой Армении Ее стали использовать как пропагандистский жупел То есть доказать, что толерантна к мусульманам, к исламской религии Естественно, они не могли сказать, что это азербайджанская мечеть Они пригласили иранскую сторону, которая провела там реставрацию Но эта мечеть функционирует и в том числе как библиотека, как музей Но там в том числе и место для поклонения есть То есть вот выход из ситуации они нашли такой Что, сохранив эту мечеть, они опять-таки ее используют для своих пропагандистских целей На протяжении последних нескольких лет в Армении стали реализовывать проект под названием Старый Ереван Таким образом они желают якобы восстановить исторический облик центра Что конкретно включает в себя эта инициатива и с какой целью они решили ее реализовать? Уже много лет мэрия Еревана пытается реализовать этот проект Но его конкретная фаза реализации началась после наших многочисленных статей В том числе в российских СМИ, где мы призывали официальный Ереван Объяснить, куда делся исторический центр Это заинтересовало в том числе зарубежную публику В том числе наших российских коллег, которые эти вопросы задавали армянской стороне И тогда вот начал реализовываться этот проект Старый Ереван В рамках которого несколько десятков зданий 19 века То есть это европейская архитектура Никакого отношения к Средневековью не имеет Построены в 19 веке Эти здания должны были с разных уголков Еревана Разрушены на камешки, перенесены в центр В центре города небольшая площадь должна была создаться Где эти здания заново собирались И получалось нечто вроде той самой торговой, которая есть у нас в Паку Со зданием 19 века И армянская сторона хотела, сделав это, доказать всем миру, что это город древнее Рима Но когда мы тоже начали в СМИ, в том числе в российских, компанию Которая высмеивала и разоблачала этот проект Опять-таки он остановился, в том числе и из-за финансовых проблем То есть армянская сторона не смогла его реализовать Тот факт, что практически вся территория нынешней Армении создана на азербайджанских землях Подтверждается многими зарубежными источниками И в их числе даже армянские есть источники В вашей книге «Азербайджан и армянский вопрос на Южном Кавказе» Какие факты там приведены? И как отреагировали на выход этого издания сами армяне? В течение нескольких лет мне удалось работать с армянской стороной С армянскими учеными-журналистами При посреднице европейских, американских и других организаций неправительственных Которые создали нам за рубежом условия Чтобы мы могли совместно с армянской стороной подумать о проблемах общей нашей истории По итогам у меня была подготовлена небольшая работа Которая должна была быть издана в рамках этих проектов Но армянская сторона сделала все, чтобы это не было издано Но труд не пропал Я его нарастил благодаря поездкам, деятельности в архивах разных стран Еще больше обогатил И в итоге вышла та самая монография Азербайджан и армянский вопрос на Южном Кавказе Из чего она состоит? Вы не поверите, фактически весь ее материал состоит в основном Это то, что мне говорили армяне Допустим, в дискуссиях они мне говорили Что нет, есть древняя Армения, вас здесь не было Приводили какие-то средневековые архивы или источники, или книги Я все это кропотливо записывал Потом находил все эти источники И вышло, что большая часть их опровергает самих же армян Или же они оттуда вырвали из контекста какую-то правду То, что им выгодно То, что им выгодно Фактически, благодаря армянским коллегам Это и их заслуга Вышла вот эта самая монография Азербайджан и армянский вопрос на Южном Кавказе Где на основе свыше 300 источников В том числе, благодаря архивным материалам Матни Дарана и Католикоса Дивана Католикоса Мы можем четко утверждать Что в течение двух с половиной тысяч лет В рукописных источниках Нынешняя территория Азербайджана Называется Азербайджаном В том числе Значит, если опираться на католиковский диван То есть это сборник документов Эчмиадзинских католикосов армянских Они в своих документах среднего века четко указывали Что находясь в селе Учки-Лиса Это нынешнее название Эчмиадзина Старый название В стране Аторпатакан В стране Азербайджан Они себя локализовали Именно в Азербайджане Более того, у нас есть на руках купчия из Матнидарана 1428-30-х годов Три купчии Согласно которым наши беки Правители азербайджанские Из племени Саадлы По частям продали армянскому епископу Село Учки-Лиса Для того, чтобы там был создан Эчмиадзин И там также написано Что он находится в Азербайджане Что еще нужно для того, чтобы Армянская сторона Естественно, ничего не может на это ответить Потому что все эти документы Из Матнидарана Фактически в монографии моей Нет ни одного фактического Азербайджанского источника или автора Только Европа, Армения, Иран И все страны, которые Или источники, которые соприкасались С нашим регионом Спасибо большое, что ответили на наши вопросы Благодарю вам, огромное спасибо Я напомню, о территории исторического Азербайджана И риванском ханстве мы говорили С директором Центра истории Кавказа Резваном Гусейновым До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok